Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара и перед просмотром этого ролика я вам рекомендую посмотреть наше предыдущее видео. Оно, к сожалению, набрало не так много просмотров. Я уверяю вас, что вы получите массу впечатлений и кучу положительных эмоций. Я оставлю ссылку на это видео для удобного перехода в описании к этому ролику. Обязательно его посмотрите. Сегодня я хочу затронуть очень важную тему, которая длится шлейфом уже несколько месяцев. И зрители, которые смотрят нас давно, догадались, что это история про Андрея. Тем не менее, несмотря на то, что мы давно поставили стоп на этой истории и уже сняли про это несколько выпусков, еще остаются зрители, которые продолжают мне писать, что мы поступили как-то неправильно. Друзья, я хочу в двух словах рассказать ситуацию. Когда мы выяснили, что Андрей ведет себя некорректно, мы не могли не поделиться с нашими зрителями. От меня еще 10 тысяч рублей будет. Выпустили об этом выпуск и в результате чего получили 24 тысячи комментариев. Из них 20 тысяч было о том, что мы были неправы. И после этого образовалась определенная группа людей, которая, несмотря на все наши предупреждения, продолжала помогать Андрею. Андрея, которого вы знаете по выпускам, не существует в реальности. Не трогай! Это обширный! Все, ебанико, да? И, друзья, вот, пожалуйста, посмотрите на вот это видео. Сейчас вы увидите, что произошло со всей вашей помощью и где она сейчас находится. Мы вас предупреждали, но вы нас не слышали. Эти люди создали аккаунт, где благополучно получают помощь подписчиков, прикрываясь маленьким ребенком и богом. Ребят, будьте аккуратнее и, наверное, доверяйте тем, кого вы знаете длительное время, а не тем, о ком узнали буквально две недели назад. И, возможно, друзья, вас интересует вопрос, как же так получилось, что ваши подарки оказались там, где они оказались. Андрей сейчас находится в бегах. Как вы помните, он был под следствием, так как в знак благодарности в кавычках украл у Рената велосипед. Опа, раз, прошел. Молодец. А он тебе, кстати, в этот же день, да, с утра, точнее ночью писал? Ну, ночью писал, он там одну матерную смс-ку мне отправился. Вон он поехал, смотри, вот, на твоем велосипеде поехал. Попробуйте найти 10 отличий, и что, наверное, самое обидное для меня, что эту одежду покупал ему лично я. Но он сбежал от следствия, и сейчас он находится на территории другого государства. Поэтому, если в комментариях вы увидите, что кто-то пишет, что мы как-то с Андреем поступили неправильно, скиньте, пожалуйста, ссылку ему на этот выпуск, чтобы не объяснять по 10 раз. Друзья, и очень многие из вас также мне задают вопросы, почему мы не снимаем только социальные видео, а снимаем другие интересные видео про интересных людей, про интересные профессии. И хочу напомнить то, что относительно недавно мы слетали в Новосибирск, мы летали к Игорю Медову. Если вы не посмотрели этот ролик, обязательно его посмотрите. Этот ролик получился очень красочный, очень эмоциональный. Мы провели там полных 2 дня, и помощь оказалась адресная. Да, для этого пришлось полететь в Новосибирск, затем 2 часа мы ехали до деревни. Но по нашему мнению, именно таким и должен быть социальный контент. И давайте перемотаем пленку немного назад и вернемся к бездомному врачу Олегу, который родом из Екатеринбурга. Если вы помните, когда мы к нему прилетели, его история натронула нас до глубины души. В первый наш прилет мы сняли ему квартиру, и затем, когда прилетели во второй раз для того, чтобы снять квартиру на длительный срок, с Олегом что-то произошло. Его все не устраивало, то боя не те, то телевизора не хватает, то хозяйка ему не нравится. Здесь кухонная зона. Олег, ну что скажете? Я убегу вообще на бесстелье. Косметику вам сделай, да? Я буду косметику делать. В основном, да. Сами связь делаю. Взяли, подъемили, покрасили. Мне кажется, что мы наконец-то нашли квартиру. Так, ну что, скажете? Да. Телевизора нет? Да? Где холодильник еще? Ну, мы сами гораздо лучше. Сами-то, как я не вязал, почему начать сахал? Планты. Именно. Бесплатно бы не взяли. А что именно смущает? Ну, это вот, надо, чтобы Олег сказал. И в конечном итоге, единственная квартира, которая ему понравилась, она стоила за 100 тысяч рублей в месяц, друзья. Но это было очень странно, потому что человек вот только-только жил на улице, вот буквально несколько дней прожил во временном жилье, и сразу же у него планка поднялась. Естественно, что после вот этих всех выкрутасов мы закончили историю с Олегом, ну и затем он благополучно опять же вернулся на вокзал. Впрочем, как он и говорил, что на вокзале ему гораздо лучше. На вокзале гораздо лучше. Практически сразу, как завершилась история с Олегом, нам написали девчонки из парикмахерской. Кстати, им отдельная благодарность. И девчонки, не вините себя в том, что происходит. На самом деле, то, что вы откликнулись и пытались человеку помочь, за это вам большая благодарность. Ну, так же, как и вы, и мы не знали, чем это обернется. Как впоследствии выяснилось, Андрей писал не только нам, он писал Сергею, Васю Носене также писал Александру с канала Абракадабра. Так что вот эта вот история с Андреем, она бы рано или поздно всплыла. Те зрители, которые смотрят нас давно, знают то, что моя мама является монахиней. Друзья, ну вот мы приехали, вот монастырь, где, собственно, живет и служит моя мама. Мама у меня алтарница. И с женой мы женаты уже полтора года, но я только сегодня познакомлю жену с мамой. И маму с женой, честно говоря, волнуюсь. Ну, вот так вот. Ну, вот машины, где паркуются. Привет. Привет. Конечно, когда Андрей рассказал то, что он жил в монастыре и мечтает стать батюшкой, мое сердце растаяло, и я стал ему доверять на все сто процентов. Но чем это обернулось, вы все прекрасно знаете. К сожалению, очень сложно найти ту самую историю, где действительно нужна помощь. А снимать контент ради галочки, честно говоря, не хочется. История помнит много различных похожих примеров. Вспомните Леху с канала Васи на Сене, Эли Саида с канала Абракадабра. У Игоря Медова, который действительно старается все максимально смягчать, тоже была непростая ситуация. Когда героиня, которой действительно нужна помощь, стала всех обзывать маньяками. Прямо сейчас на канале Абракадабра произошла такая же ситуация. Это история многодетной мамы, которая жила в подъезде, которую выгнали из квартиры. Если вы смотрели с ней первый выпуск на канале Абракадабра, она говорила о том, что писала нам тоже. Но Саша откликнулся вперед. Я, если честно, не ожидала, что вы откликнетесь. Я многим писала и Сансара, и Скоро Пацана, и Васи на Сене. Многим на кого подписаны. Я даже рад, что мы не получили ее сообщение. Потому что вот эту историю, которая сейчас происходит на канале Александра, вы бы наблюдали сейчас на нашем канале. Друзья, и, к сожалению, все больше стало появляться людей в следующей категории, которым после того, как ты окажешь помощь, они уже начинают читать то, что блогеры им обязаны пожизненно. Поэтому, друзья, нам не хочется снимать социальный контент только для галочки. Но в то же время мы не планируем останавливаться в социальном контенте. Поэтому, друзья, если у вас есть действительно интересные истории людей, которым по-настоящему нужна помощь, которые действительно нуждаются, я оставлю ссылку на нашу почту, на наш Инстаграм. Обязательно присылайте эти истории нам на почту, пишите нам в Инстаграм. Мы действительно сегодня способны сделать многое. У нас есть ресурсы, у нас есть канал, мы сотрудничаем с многими блогерами. Но хочется, друзья, чтобы помощь была адресной и действительно тем, кто в этом нуждается. Друзья, и, конечно же, хочу вас поблагодарить за то, что нас поддерживаете, за то, что нас смотрите. На канале появились новые подписчики. Добро пожаловать на канал. Рады вас видеть среди наших зрителей и подписчиков. Ну и, конечно же, друзья, по традиции не забывайте подписаться на наш канал, а также проверьте, чтобы у вас стояла галочка «Получать все уведомления». Проявляйте максимальную активность, так как вы это умеете. Делайте репосты в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был ваш любимый канал Сансара. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok